МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что еще произошло в стране и регионе, узнаете прямо сейчас. Основные темы выпуска. Мне нравится учиться в Десногорском аналитическом колледже. Преподаватели очень классные. Десногорские студенты рассказали о своем колледже. Давай, Димка! Крещенские катания. В Генино прошли соревнования по лыжным гонкам. Я принесла совую отишку на прививку от вишенства. Вакцинация домашних животных от смертельного вируса продолжается. Я с собой кокошник. Я хотела подарить своей двоюродной сестре. Будничные заботы. Дети детского сада «Теремок» провели очередной день с пользой. 23 января в Смоленске начался прием заявок на должность главы Смоленска. Прием документов будет осуществляться до 11 февраля. Контролировать процесс будет сформировавшаяся ранее комиссия из шести человек. Напомним, что первая половина назначалась губернатором Алексеем Островским. Вторая – горсоветом. Планируется, что благодаря поправкам созданной комиссии голосование будет максимально открытым и поименным. Депутаты будут опрашиваться пофамильно и в свою очередь называть фамилию претендента, за которого отдается голос. 25 января в России отмечается День студента. Этот праздник напрямую касается студентов Десногорского энергетического колледжа. Чем живут будущие инженеры, технологи воды, сварщики и водители, узнала наша съемочная группа. Свою деятельность энергетический колледж ведет с 1980 года. Многие выпускники колледжа сейчас работают на крупных предприятиях страны. Нынешние студенты – очень талантливые дети. Например, второкурсник Артем удостоен областной стипендии князя Смоленского Романа Ростиславовича. Он учится по специальности «Технология воды, масла и смазочных материалов на электрических станциях». Интересно посмотреть на то, как вода будет реагировать с другими реактивами, с индикаторами. И вообще, самому интересно, насколько она будет пригодна для питья. Не только для себя самого, но и для друзей, и для родственников. Преподаватели всячески поддерживают первокурсников. Несмотря на то, что я начал учиться совсем недавно, я уже успел принять участие в таких конкурсах, как WorldSkills Russia по специальности техник-электрик. Обучаться в данном колледже мне очень нравится. И я выбрал эту профессию, потому что я хочу связать свою жизнь с электрическим током, грубо говоря, и сбором схем. Студенты всесторонне развиваются и регулярно пополняют копилку студенческих достижений грамотами и кубками. Некоторые из ребят профессионально занимаются спортом и успешно представляют колледж на спортивных соревнованиях. Помимо учёбы я очень активно занимаюсь спортом. В нашем колледже есть секция бокса. Мои спортивные достижения не остались незамечены. Я имею первое место по ГТО. Я сдавал плавание, стрельбу, ну и всякие разные элементы спорта. Я студент второго курса по профессии сварщик. Участвовал в WorldSkills, получил второе место. Было сложно в WorldSkills на самом деле. Что ещё? Имею золотую медаль по ГТО. Так мне нравится учиться в Десногорском медицинском колледже. Преподаватели очень классные. Творческих людей в колледже тоже достаточно. Помимо учёбы в колледже мы занимаемся творческой деятельностью, участвуем в студенческом совете, готовимся к мероприятию каждому для наших студентов. Студенты колледжа получают знания и навыки в различных областях. Они учатся организовывать рабочий процесс и планировать личное время. В дальнейшем всё это поможет молодым специалистам эффективно решать любые профессиональные задачи. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Жить, любить и размножаться. В Смоленске посчитали, сколько в 2018 году было заключено браков и выдано свидетельство о рождении. Внушительные цифры подтверждают – миром действительно правит любовь. За прошедший год состоялось почти 2500 регистраций брака и более 3500 младенцев появились на свет. Среди новорожденных больше мальчиков. Есть и парные команды – 48 двоин и 3 тройни. 23 января прошёл традиционный лыжный забег «Фонарь». Трасса «Вгенина» проверила участников не только на выносливость, но и на морозоустойчивость. Подробности – далее. Забег «Фонарь» проводится уже более 10 лет. Он неизменно привлекает любителей этого спорта. Как и всегда, участники соревновались в тёмное время суток. Более 50 спортсменов и любителей навострили свои лыжи в направлении финиша. Длина трассы для мужчин составила 5 километров, для женщин и детей – 3 километра. Настрой оптимизма участников можно только позавидовать. Я готова кататься на «Фонаре». Первыми на старт вышли дети в двух возрастных группах. Какие сюрпризы преподнесла трасса юным спортсменам, удалось узнать на финише из первых уст. Вначале я выехал первым, потом меня постарше фасан обогнал. Дальше я наткнулся на один бугор и чуть ли не упал. На начале старта там был спуск, я на нём упал. Потом на меня наехал мальчик. Потом я встал быстро и мы поехали. После трассы тестировали женщины, а затем и мужчины. Также в двух возрастных группах. Несмотря на морозную погоду, участники и зрители наслаждались дружеской атмосферой близких по духу людей. По окончании соревнований состоялась церемония награждения победителей. Зима в этом году, слава богу, удалась. Удалась. Всё у нас хорошо. Настроение у всех хорошее. Эмоции положительные. Всё здорово. Радует то, что много друзей, соперников. И в итоге получается красивый праздник у нас. Участники ещё раз доказали – спорту всегда есть место и время, даже зимним морозным вечером. Олег Соловьёв, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Электронный портал Госуслуг расширил свои возможности. Теперь за несколько минут на портале можно получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Для этого необходимо выбрать категорию «Лицензирование» и «Разрешительная деятельность» и перейти по нужной ссылке. Воспользоваться электронными госуслугами можно и для выдачи дубликатов или переоформления ранее выданных разрешений. Также можно проверить наличие лицензии у перевозчика по номеру автомобиля. Ветеринарные клиники Десногорска делают прививки от бешенства. Процедура эта бесплатная и безболезненная. Как проходит процесс вакцинации, узнаете из нашего сюжета. Мы в ответе за тех, кого приручили. Эта известная истина многими порой забывается. А ведь собаки и кошки, так же, как и люди, часто подвергаются ряду заболеваний и нуждаются в лечении. Но бешенство на 100% смертельно, если вовремя не провести вакцинацию. Этим опасным инфекционным заболеванием могут заразиться не только животные, но и люди. «Заражение человека и животных происходит при укусе больным животным или при попадании инфицированной слюны на поврежденную кожу либо слизистую оболочку. Основными симптомами бешенства являются светобоязнь, водобоязнь, избегание людей». Прививку необходимо делать и кошкам, и собакам. Вакцинация проводится с двухмесячного возраста однократно. Через год её нужно повторить. Многие жители города уже отреагировали на призыв ветеринаров и привели своих четвероногих любимцев в лечебницу. «Вакцинация прошла замечательно. Я считаю, что у доктора золотые руки, очень лёгкая рука. Советую всем приносить своих животных на данную прививку». Четвероногих друзей-десногорцев ждут в государственной ветеринарной службе по адресу 1-й микрорайон, дом 12А. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Пионерская «Будь готов! Всегда готов!» звучит актуально и в наше время. Ещё в 2014 году Владимир Путин вёл указ о создании комплекса «Готов к труду и обороне». Основная цель проекта – распространение здорового образа жизни и формирование ответственного отношения к сохранению здоровья у россиян. В Смоленской области комплекс находится под контролем у губернатора. С его подачи создано и благополучно работает 29 центров тестирования, три из которых базируются в Смоленске. Увеличился и прирост участников самого комплекса ГТО на 3 тысячи человек. Смолению достоились около 3 тысяч золотых, полутора тысяч серебряных и чуть менее тысячи бронзовых значков. С модными тенденциями многовековой давности познакомились юные непоседы. Вырезать, собрать, покрасить – о муках творчества и их успешном преодолении в нашем сюжете. Родители могут спокойно идти на работу, ведь они отдают своих детей в руки квалифицированных специалистов. В это время детишки не теряют времени зря. Они занимаются умственным и физическим развитием. Что ни день, то открытие. По крайней мере, так происходит в детском саду «Теремок». Тема сегодняшнего занятия – кокошник. Элемент русского женского костюма когда-то был неотъемлемой частью гардероба современец своего времени. Но память и интерес к нему живы до сих пор. Задача была нарисовать кокошник и оформить его согласно своему вкусу. В самостоятельном творчестве ребята использовали различные элементы народных росписей, символические элементы. Это знаки солнца, земли, знаки воды, знаки дождя. Малыши со знанием дела прокомментировали свое занятие, а у некоторых даже появились планы на свое изделие. Мы свои кокошники. У меня был желтый кокошник, самый красивый. Я нарисовал кокошник, и я хотел подарить своей двоюродной сестре. Она будет очень рада, и она, наверное, даже меня поцелует. Обучение творчеству с ранних лет влияет не столько на развитие артистических способностей у детей, сколько позволяет воспитать хорошего человека. Олег Соловьев, Юлия Соболев, Светлана Разганова, Десна ТВ. Гаджеты, планшеты и видеоигры затягивают детей с головой, подменяя реальные чувства искусственной картинкой. Но школьники Смоленской области доказывают обратное. Под патронажем Министерства просвещения проходит конкурс «Живая классика» уже восьмой раз. Ученики пятых-одиннадцатых классов читают наизусть фрагменты из любимых произведений. Конкурс проходит в несколько этапов, а финал состоится на Красной площади. Отмечается, что юных птицов, помимо классических произведений, также интересуют работой о Великой Отечественной войне. Регистрация участников проводится на сайте youngreaders.ru до 1 февраля. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefis.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и положительных эмоций.